Всем привет! Сегодня мое будет видео очень актуальное по борьбе с паутинным клещом. Видео снимаю на улице, у нас очень жарко. Ветер просто такой, знаете, немножко хоть есть чем дышать, а дома прям вообще душно. Я уже вскользь говорила, что я нашла средства, моя подруга даже подсказала мне о том, как бороться с паутинным клещом. Я лично сама пробовала и фитоверм, и укрывала пакетами, и что я только не делала. И Аберон препарат заказывала, он как бы большего действия. И знаете, очень все просто оказывается. Я просто проверила, сейчас покажу свою примерию и потом покажу, что я делала. Ну вот, посмотрите, просто на глазах могу сказать, листья растут большие, ни единой точки нет повреждения вообще. И все это вот помогает вот кусочки нарезанного ошейника. Они имеют запах. Вот сегодня я хочу их поменять. Их, конечно, нужно менять, но дело в том, что не нужно опрыскивать, знаете, вот это вот нюхать препарат, вот эту химию. И от препарата все равно, вот у меня еще где-то нижние листочки остались. Вот посмотрите, вот обработанное препаратом, видите, и какие листья. Вот здесь тоже листик препарат еще остался. А вот это уже смотрите, я ничем не обрабатываю. Чистый лист абсолютно. И клеща даже в помине нет. Вообще эффективно очень средство. Просто ошейник, он должен обязательно быть вот для собак, для кошек. Я вот сегодня купила вот еще мовый. То есть он идет от клещей, от комаров, в общем, от всех, в общем, вот этих насекомых. И все из состав. Тут, в общем, идет масло семян, маргозы, эфирные масла, лаванды. То есть вот он даже пахнет, знаете, вот лавандой прям пахнет очень сильно. И вот у меня просто остался здесь ошейник с прошлого раза. Ну, фирма там, я не знаю, от фирмы может любая быть фирма. Главное, чтобы он был на натуральных травах. Вот такой ошейник. Я просто беру его вот, настригаю вот на такие вот. Вот так вот таким образом. Просто сейчас поменяю. И хотя бы, знаете, раз через месяц можно, потому что он же выветривается, а так вот очень ароматно. И вот сейчас в разные вот эти места, вот где у нее есть вот такие рогатинки. Вот так вот. И вот здесь вот тоже поменяю. Вот так вот я раскладываю. И вот здесь еще нужно. И вот здесь еще. Можно даже и на почве-то положить, ничего не будет. Вот здесь вот положить и все. Потому что они же на почве тоже вот откладывают яйца. Но эффект, знаете, на лицо. Почему вот я на примере именно показала? Потому что вот цветоводы, кто знает, ее очень любит клещ. Вот если даже на остальных растениях не будет клеща, то на примере обязательно заведется клещ паутины. Он ее очень любит. И вот результат. У меня на канале есть очень много видео, как я с ней боролась раньше. Вот с этим паутиным клещом. А так вы, конечно, можете ошейник положить везде на растения, которые подвержены именно паутиному клещу. То есть эффективное средство. Мне просто нравится. Посмотрите еще раз. Я таких чистых листьев, честно говоря, еще на ней не видела. Также вот я и на одышки положила так. Ну как бы клеща нет особого. Ну вот на этом вроде как. Ну тоже вот листочки сейчас у него, кстати, растут такие хорошие. Но сейчас они вот уже отцветают. Они у меня долго цвели. И у нас очень жарко. У нас то холодно, то жарко. Знаете, сейчас неделю 34 стоит. И даже вот по прогнозу еще и 36 обещают. В общем, у кого есть проблема такая с паутинным клещом, то просто рекомендую вот этот метод попробовать. И вы сами увидите результат. Ну вот такое короткое видео сегодня. Но оно очень полезное. Увидимся в следующем видео. Редактор субтитров А.Семкин